Итак, уважаемые зрители, а также гости данного канала, с вами Алвара и я рад вас вновь поприветствовать на продолжении нашей персидской партии. Мы начинаем новую войну против Ацтекской империи, дабы вышвырнуть этих захватчиков к черту из земель Италии, но перед началом данной военной кампании несколько слов относительно будущего данной партии. В конце предыдущей серии я у вас, уважаемые зрители, попросил, чтобы вы мне написали, насколько вам еще интересно данная партия и каким образом вы бы хотели, чтобы я ее закончил. То бишь, каким образом я должен буду обозреть все, что у нас было за время этой партии и подвести итоги всего того, что мы достигли. Относительно итогов, я еще думаю, как это лучше все реализовать, но относительно завершения партии, то оно будет уже очень даже скоро. Как-никак, эта партия началась в начале июля, то бишь июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и вот уже почти начало марта. То есть почти что 9 месяцев идет данная партийка. Неприлично затянута, так что я понимаю то, что большинство людей она уже либо же начинает наскучивать, либо же давным-давно наскучила. Поэтому, думаю, по этой партии выйдет еще серия 4-5 и мы наши цели сведем уже 100% бесповоротно к следующему. Это изгнать ацтеков из Италии, изгнать ацтеков из Северной Африки, вторгнуться в земли Мали, ну и попытаться, конечно же, освободить наши анклавы в Бадахасе и в Мэне, которые все еще находятся на территории некогда единой ацтекской империи. Ну и, конечно же, в завершение данной партии мы объявим войну великому и могучему Китаю, дабы посадить представителя нашей династии на китайский престол. Это будет самая масштабная и кровопролитная война, которую только видела эта партия. Для того, чтобы она увенчалась успехом, нам нужно по минимуму 100 тысяч бойцов и по минимуму 20 тысяч золотых в казне. Так что я это буду начинать копить помаленьку все. Ну и в последней серии будет это кровопролитие. Я надеюсь, что оно увенчается нашим успехом. Ну а пока что возвращаемся к нашей маленькой войнушке. Далее, после ее завершения, мы будем подводить войска к границам Мали. Наша гвардия, благо, находится уже в Италии. Однако наши полководцы, как я посмотрю, находятся вместе с нами в изоляции. А болячка у нас там не отступила из нашей столицы. Нет, все еще свирепствует брюшной тиф. Но у нас здесь есть госпиталь, который... Да, не можем пока улучшить. Хотя, с другой стороны, я думаю, эта болезнь пройдет сама. А тем временем, нам нужно заново продолжать отстраивать свою торговую факторию, которую разорили чертовы повстанцы. Но, тем не менее, наше богатство от ее отсутствия не так уж и поубавилось. Конечно, сейчас наши денежки уходят на пополнение гвардии, которая пострадала от наших военных конфликтов. Но я думаю, что пока у нас есть резервы, мы можем поддержать пополнение гвардии на максимальном уровне. Так, а вот как раз и результаты изоляции. Наконец-то у нас появляется шанс получить черту людоед. Но мы не возглавляем армию, мы сидим в нашей столице и мудро управляем государством. Поэтому давайте-ка мы не будем съедать данную женщину 42 лет, хотя она и является, возможно, скрытой сатанисткой или же представительницей какого-то религиозного культа, вероятнее всего, ислама. Но, тем не менее, пускай она просто отправляется в тюрьму, и мы ее кушать не будем. Так, наша гвардия, пускай попросту осаждает провинции ацтеков, мы получили лишнее личное владение. Замок. Разумеется, мы создаем нового вассала, так как у нас и так немного избыток. Наша дочь выбор пути образования требует себе. И мы выберем путь к долгам. Так, что у нас под стеком? Сколько у вас сил? У вас всего лишь 3000 бойцов, и эта война будет достаточно быстрой. Наш сатрап, вице-король Италии, создает новые титулы. Мы ему, разумеется, за это говорим спасибо. И хорошо, и прекрасно. Так, наш войск, я думаю, можно даже будет пустить на штурм, благо... Наш наследник заражается. Немедленно зовите лекаря, а лекарь у нас есть. А лекарь у нас есть, еврей 11-го навыка. Но знаменитый лекарь, и при этом ученый. Так, а все-таки у нас, может, в стране есть получше претендента? В отставку. 18-й навык. Смышленные. Да вот, есть еще один еврей, но с 17-м навыком. И также является ученым и знаменитым лекарем. Как раз данному еврею мы отдали ломбардию, что находится на севере итальянских земель. Немедленно зовем лекаря, и пускай он лечит нашего сына и наследника. Благо... Не тот. Вот наш сын. Да, лечение прошло успешно, и он получит положительные модификаторы. И что я посмотрю... Угу. Наша война закончилась, потому что... Потому что у ацтеков сменилась власть. Прекрасно. Замечательно, черт подери. Так, отводим наши войска. Благо, война у нас только начиналась, и по итогу... Так, жрать мы снова никого не будем. И по итогу мы особо не успели потерять войска. Ну, конечно, мы проштурмовали провинцию, но тем не менее... Я думаю, это не такая уж и большая потеря. Снова, значит, объявляем священную войну за данное герцогство. Снова направляем гвардию в Атагу. Ну и, собственно, ждем, пока наконец-то закончится изоляция, и пока наконец-то у нас появится возможность поставить в армию самых лучших из полководцев нашей Великой Империи. Так, не хочу я никого кушать, отстаньте. Мы не людоеды. Нам сейчас не хватало только ухудшить отношения с нашими вассалами, из-за наших таких наклонностей. Голод. Черт возьми, голод. А там эта болячка не планирует у нас проходить. Планирует, прекрасно. Так, открываем ворота. Все, мы не в изоляции. Кушать теперь есть что. Назначаем новых советников. И нашего... Мобеда мы отправляем перекрещивать оставшиеся у нас провинции. Дарикпата. Мы назначаем нашу столицу. Маршала. Пускай он у нас организовывает армию, благо содержание гвардии уменьшается. Ну и канцлера. Пускай занимается внутренними государственными делами и нас особо не трогает. Так, прекрасно. Наш штурм раз. Наш штурм два. И полководцев. Да, их надо нужно назначить. В том числе Чуна, нашего медвежонка Тыса Чуна, который идет по пути Леопарда и благодаря которому мы очень весело и задорно проводим наши осадные кампании. Так, давайте проштурмуем все, что у нас только осталось. Захватим эти две провинции, ну и в дальнейшем уже будем ждать приближения наших основных противников. Благо сейчас у отстеков, я надеюсь, более... Да, поболее внушительная армия, поэтому за счет военных сражений, если отстоки к нам прибудут, мы получим более значительный прирост военного счета. Наш мобед перекрестил благополучно одну из наших провинций, но пока что мы его отправить на следующую не можем. Ладно, подождем. Мы никуда не спешим. Так, давайте. Здесь тоже будем штурмовать. Раз на штурм. Два на штурм. И остается у нас... Бой против трех ацтеков. Даже четырех. Выиграли? Выиграли. Удивительно. Так, ну и остается у нас два храма, собственно. Раз. И два. Все, прекрасно. Счет 64, поэтому давайте-ка мы перейдем в Пизу. И вот уже основные силы ацтекской империи идут к нам с распростертыми объятиями. Хотя это не только коренные ацтеки, скажем так. Здесь в основном... Да, здесь идут силы их союзников. Ацтеков-тулузы, которые уже выглядят скорее как европейцы, но при этом ацтекской культуры. Лысенькие и с перышками сзади, если вы можете там видеть. Так, ладненько. Давайте переходим в Пизу, как я и планировал. Ну и ждем уже, пока наш противник начнет агрессировать самостоятельно. Наш сын требует пути образования. Неплохо дипломатии. Ну давайте мы тебя отправим на путь смирения. Почему бы и нет. А вот нашего наследника мы же учим лично? Нет, нашего наследника учит наш Дарик Патт, но мы его учим на экономиста. Экономический путь. И... Мубарак его учит очень даже хорошо. Дормидаса. Надеюсь, наш сын вырастет смышленым парнишкой. Как-никак вероятнее, именно из-за него мы и будем противостоять Китайской империи. Так, лишаемся страдания от недомогания. Пускай наша дочь выбирает себе дальнейший путь сама. И пускай становится высокомерной. Так, 78. Китайцы. Снова вы. Что вы хотите? Вы снова недовольны торговлей. Сколько у нас по милости? По милости у нас 292. Можем призвать тогда лекаря? Почему бы и нет. 19 навык. Однако встрысь и... Дуэлиант. Спасибо. Коти является знаменитым лекарем, но я бы предпочел ученого, а не не дуэлианта. Но тем не менее, спасибо. Получает он у нас титул придворного лекаря. И давайте-ка мы скажем Китайской империи, что мы им, разумеется, не подчиняемся. Так, проклятые наверцы вновь. 78%. Ну и опять же, штурмуем все, что здесь у нас остается. По военному счету, отстаки уже хотят мира. Прекрасно. Выдвигаем требования. И эти две провинции, я думаю, сначала создадим герцогство. И отдадим их. И отдадим их. В дальнейшем я хотел делать наместником Италии данного вот грека, Мубарака. Поэтому мы, пожалуй, пожалуем ему данную сатрапию. И в дальнейшем, чтобы у него было все очень хорошо и очень замечательно, дадим ему вице-королевство Италии. После того, как нынешний вице-король, правящий из Иерусалима и имеющий непроизносимое имя, отправится на тот свет. Мы, конечно, ему можем помочь в этом, ведь так? Ведь так. Но я думаю, пока что мы ему помогать не будем. Он не так уж и сильно вставляет нам палки в колеса. Теперь. Наши войска. Переправляем в Северную Африку. Путем, путем погрузки на корабли. Собираем флот в Риме. Гвардию тоже собираем в Рим. И что это? Новости из Китая. Потерпели поражение, и у Китая появился новый данный. Что ж, пускай. Пускай. Так. Италия сражается против Мубарака. А почему? Вице-король, висса-трап, нападение на правителя в войне Итала, Тосканская де-юра война. Ладно, хорошо. Возможно, я и поспешил, сказав то, что ты нам пока не мешаешь. Так что, давайте-ка мы тебя убьем. Закончить войну я тебя попросить не могу, как я могу смотреть. Ведь так, увольте совета, заключить, пожелать титул, а отозвать, если я у тебя попробую. Ваши бассалы не это не поймут и ухудшат мнение на 30. Поэтому делать мы это не будем, просто попытаемся тебя убить. А нашего тайного советника мы отправимся сдавать шпионскую сеть в Иерусалиме. Ну а нашего Мабеда мы отправляем в последнюю нашу неперекрещенную провинцию. Так, флот должен подплывать. Наши войска почти дошли. И почти пополнился. Замечательно. А флот не подплывает, потому что я его, возможно, не поднял. Да. Ага. Понятненько. Так, поможем, не поможем. Либо же... Шантажист не в своем уме. Я хочу награду. Нет, помогать не будем. Мы оставим все как есть. Так, давайте. Флот приплывай. Флот почти что... Почти что собрался. 310 кораблей. Войска на корабли. Остальной флот мы распустим. И вперед, я думаю, в данную прибрежную провинцию. Мы можем повоевать против Мализа... Герцогства Гана. Как-никак мы получим достаточно много провинций. Раз, два, три, четыре провинции. Конечно, они у нас, опять же, племенные селения. Но, с другой стороны, здесь есть храмы. Мы можем просто сделать на этих землях теократию. Почему бы и нет. Ладно. Хорошо. Так, флот плывет. Флот плывет. Замечательно. Утверждаем план убийства. Оставшиеся, собравшиеся корабли мы распускаем. И распускаем корабли, которые у нас собрались еще и в Красном море. Ладно. Ждем, пока прибудут корабли. И гравитация может быть смертельна. Замечательно. У меня хорошие новости для тебя, мой дорогой грек. Ты становишься наместником Италии. Включая нижние титулы, мы передаем тебе все эти земли. Так, передали. Превосходно. У нас немного превышение лимита. Но, я думаю... Я думаю, мы сейчас отдадим еще какое-нибудь вице-королевство. И, пожалуй, мы его отдадим кому. Ладно. Давайте сделаем вот так. Нашего сатрапа Беррика Бандариана мы сделаем наместником шахства Сирия. И передаем ему всех сирийских вассалов. В том числе и вассалов, которые относятся к Иерусалиму. Ну, в принципе, все. Беррику я передал всех появившихся вассалов. За исключением данного вот паренька из Иерусалима. Он пока что сражается против нынешнего вице-короля Италии. Но, я думаю, пускай сражается. Он нам пока что не мешает и в лимиты вполне себе вписывается. У нас появилось место для нового советника. И новым советникам мы назначим могущественного, но при этом лояльного вассала. Я думаю, мухолобиды для этой цели подойдут. Почему бы и нет. Так, теперь наша гвардия уже почти приплыла. И мы можем уже объявлять войну против Мали. Как-никак сил у них мало, но на наемников денег хватит. А вот престижа и благочестия на сбор племенных армий у них, к счастью, для нас не будет. Поэтому, объявляем войну за Дьямани Ганна. Вперед, в атаку. Однако, хе-хе-хе. Хммм, у них же тут язычество. У них же тут истощение. А я уже забыл про эту неприятную вещь. Так как для борьбы с истощением нам нужно прокачать организованность до четвертого уровня. Мда, неприятненько. Нам не хватает очень много для того, чтобы это прокачать, но мы можем сделать попросту следующее. Просто идти обходными путями, разделить, во-первых, нашу армию пополам и пытаться пресекать все попытки наших врагов штурмовать наше поселение. Но и в дальней... Шэм. Не понял. Эммм. Присоединились как отдельные вассалы? А почему получили независимость? А это вопрос хороший. Ну-ка, один момент. Одно мгновение. Предыдущий правитель умер в 918 году. Нет, власть не сменилась тогда. Странно, почему Ганна вдруг резко отделилась с одной стороны. Но с другой стороны, если это какая-то перестановка, какой-то переворот внутри государства, то у нас получится объявить сразу две войны. То бишь, непосредственно за Мали в дальнейшем, за земли Мали. И во-вторых, непосредственно еще раз за подчиненных Гане. Точнее, наоборот. Гане мы сможем объявить войну, а вот Мали нет. С Мали у нас будет перемирие. Ладно, пускай. Бойска наших противников собираются. И что это? Интересно. Период спокойствия и стабильности в Китае подходит к концу. Гармония и прогресс. Угу. Так. Не понял. В Китае начинается что? Золотой век. А, золотой век. Наоборот, все это начинается. Подошел к концу. Начинается еще больше период гармонии и стабильности. Прекрасно. Китай входит в свой золотой век. Так. Последнее время моя жена ведет себя странно. Ночами она не прикасается ко мне и даже не смотрит на меня. Понятно, это перспективный любовник. Страдает от венерических заболеваний. А наша жена? Нет, наша жена чем таким не страдает. Лин Гуан. Ну-ка, скажи нам правду. И нет. Все-таки... Все-таки он ее любовник. Понятно. Ясно. Так. Наша жена. Любовные связи, однако, отрицаются. Эх-эх-эх. Женушка ты наша... Женушка. Так. А. Нет. Вот это отношение. А вот это наши дети. Правостудие настигнет всех. Распространяются слухи о том, что Мобидан Мобед ведет крайний аморальный образ жизни. Наш первосвященник... Да. Является аморальным жрецом. Что же. Пускай... Пускай все мы не без греха, как говорится. Так. На минимум. Так. Вассальный флот распускаем. Теперь наша гвардия подходит к границам. Но и мы будем, разумеется, играть от обороны. Можем узурпировать два титула. И как я посмотрю... Так. Так. Два. Здесь наши вассалы повоевали против Византийской империи. И отжали у них... Что? Картли. Прекрасно. А также землетрансаксианы. Но землетрансаксианы, насколько я помню, отжали еще в конце предыдущей серии. Так, ладно. Наши войска на позициях. Великий священный поход. Увенчался успехом. И датчане лишили своих норвежских владений. Неверные? Неверные. Ладно. Стэки в любом случае имеют право немного так позавоевать новые земли. И в конце концов, это будет такая небольшая ностальгия. Небольшое их воспоминание о былом могуществе, которого они лишились из-за своей же глупости. Так, на путь долго. Прекрасно. Теперь. Наша торговая фактория. Продолжаем ее улучшать. По деньгам мы сейчас получили неплохой такой прирост благодаря смерти одного из наших вассалов, у которого провинция находилась как раз на торговом пути, и который скопил за свою жизнь неплохое такое состояние. А я как посмотрю, наши враги не особо спешат с нами бороться. Мы можем попробовать как можно быстрее перейти в столицу Мали, и попробовать построить форт. Давайте-ка мы уменьшим время. Давайте быстрее наши войска вперед. Построим форт, попробуем пораштурмовать эти поселения. Ну и надеяться, что нас там никто не встретит. По крайней мере, я в это искренне верю. Так, давайте вперед. Давайте в атаку. А здесь... Ага, здесь все-таки происходит восстание. Восстание Ганы против Мали. Но тем не менее, для нас это, разумеется, в плюс. Можем объявить сразу две войны в дальнейшем. Так, теперь вперед на столицу. Давайте быстрее, ребятки, быстрее. Так, встали, замечательно. Теперь строим форт по-быстрому. И давайте-ка теперь... А вот это уже вопрос интересный, поскольку мы сражаемся как бы за данное герцогство. Возможно, я поспешил с двумя войнами. Мы сражаемся за данное герцогство, а половина его принадлежит Гане, и половина его принадлежит Мали. Поэтому для нас это плохие новости. Мы, вероятнее всего, просто за две войны получим одно герцогство целиком, которое мы могли получить сразу за одну войну. Ладно, не суть. Строим форт. Давайте быстрее. Построили? Построили. Прекрасно. Измор убрали, теперь мы можем помаленьку продолжать наше продвижение. Как и никак у нас здесь много кавалерии, легкая и тяжелая, а также степные всадники. В сравнении с силами Мали, у которых в основном легкая пехота, мы с ними легко справимся, поэтому просто продолжаем движение, будем оккупировать провинции и застраивать их фортами, дабы не страдать от истощения. По денежкам можно снова поставить хотя бы среднее пополнение нашей гвардии, но я думаю, пока мы не дали ни одного более-менее серьезного сражения, нам хватит и минимального уровня выполнения. Так, восстание. Где и кого? Персидские крестьяне. Мы восстали в землях Персии, поэтому это проблема персидского вице-короля. А нас это не касается. Так, давайте. Мали почти взята, и мы, тем не менее, еще и успеваем получить кольчужный доспех. Что он нам дает? Он нам дает плюс... один к военному навыку, плюс один к личному боевому навыку и плюс 0.25 престижа. Такое себе. У нас есть гравированный меч, замененное копье и прочие всякие игрушки. Полезные и не очень. Картина, скульптура, травы, ну и прочая барахлишка. Так, ладно. Давайте мы сюда перешли. Строим сразу же форт. Далее направляемся сюда. После в столице Мали мы переходим в провинцию Ганна. Так, давайте штурмуем здесь. Теперь в провинцию Ганна. Так, затем здесь на штурм. Да, и хотя мы все проштурмовали без форта, наши войска очень жестоко и очень серьезно истощаются. 19% в нашу пользу. А Ганна, как я посмотрю, будет стараться прежде всего бороться не с нами, а со своим сюзереном. Ну что же, пускай и умер вице-король Трапезунда. Погиб при подозрительных обстоятельствах, но его земли, я думаю, мы пожалуем в наместничество данному вот бывшему китайцу, ныне греку. Включайнейшие тезлы. Пожаловать. Отношения улучшились. Отношения улучшились. Однако феодальное мнение из-за наместничества, разумеется, никуда не пропало. А жаль. Очень-очень жаль. Так, теперь давайте тут тоже быстро строим форт. Далее здесь также быстро занимаемся постройкой. Построили? Построили. Прекрасно. Конечно, истощаемся мы очень неприятно, но тем не менее, война против язычников она такая. Зато против язычников тоже весьма себе приятно воевать, тем, что все штурмы почти что проходят без особых проблем. Так, вперед, и в крайняя провинция. Это провинция Аудагост. 52% основные силы находятся вот здесь. И свободное место в совете для духовника. Им станет, нет, не наш неблагосчастивый жрец, а другой какой-нибудь первосвященник. Кроме того, наш кузен находит прекрасного полководца, чему мы, разумеется, рады. Так, лишаемся черты набожной, или же получаем 100 благочестия и получаем черту в депрессии с шансом 30%. Депрессию не получили? Не получили. Мы, в принципе, немного так везучи. Так, давайте тоже строим в первую очередь форт. И давайте на штурм. Раз, на штурм, два. Прекрасно. 58%. Ну и так как мы сражаемся непосредственно против Малии, то нам, вероятнее всего, с Малии надо в первую очередь воевать. Хотя здесь есть небольшой парадокс. То бишь, мы сражаемся против Мали, и на стороне Мали сражается его вассал. Но при этом, этот вассал сражается и против Мали. И за что вы, кстати говоря, сражаетесь? Вы сражаетесь за отзыв земельного титула. Странно это все. Очень странно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Так, давайте вперед на эти земли. Ну и поставим, пожалуй, как я и хотел, среднее пополнение обойск. Сжигаем кого-то на костре. Вероятнее всего, какого-то еретика и отступника. Так, окей. Снова обучаем подвластных нам детей. Далее снова форт, снова храм и снова селение. И наш жена беременна. Тем не менее, у нее у нас очень даже замечательное мнение, в то время как мы обвиняем ее в неверности нам. Минус 200 по отношениям до 936 года. Сомнения, конечно, нас гложет, но странно то, что у нее в любовников не отображается тот наш вассал, который ее соблазняет. Так, давайте штурмуем. Храм мы штурмовать не будем, а осадим просто так. 70% и наши противники куда идут? Тимбукту. Тимбукту? Сюда. Так, и... А, понял, почему не было сражения. Мы просто уходили из этой провинции, а то я хотел уже возмутиться. О, какого черта? Так, давайте-ка мы часть направим вот сюда, часть направим в Тимбукту. Так, непримиримыми соперниками становимся, пускай и наша жена еще и... в любомных связях с медвежьими торговцами из... как ваша республика называется? Из Систанской торговой республики. Это госизмена. По-другому это не назовешь. Так, давайте вперед в Тимбукту. Затем в Уату. Благо, здесь у нас уже построена крепость. Здесь неплохо было назначить полководцев. Давайте, чтобы было наверняка... Идем вот такими вот обходными путями. А по войскам что? По войскам... Да, у нас здесь войск в плане кавалерии, тяжелой кавалерии поменьше. Хотя, с другой стороны, опять же, мы побеждаем. Да. И наш сын подрастает наконец-то. Он, конечно, застенчив. Он, конечно, завистлив. Но при этом с даром Медаса. Что дает надежду, то что он в дальнейшем будет достаточно таким смышленым правителем. И теперь выбираем амбицию, которую не можем выбрать. Так, давайте, тем не менее, войска на подмогу. Расправляемся. Счет 91%. И снова китайцы. Спасибо, нет. Большой карван купца из далеких стран прибыл к воротам вашей крепости. Зовем их, разумеется, вовнутрь. Так, теперь. Перехватываем армии вторых наших противников, или, пожалуй, мы их оставим на месте. Давайте сделаем вот так. Вот так. И вот так. Одна армия перехватит, вторая армия попытается осадить провинцию, или же... Нет. Обе армии будут сражаться с нашими врагами. Давайте. В атаку, друзья мои. В атаку. Угу. Прекрасно. Без минусов сражаемся. Ну и это легкая беда, разумеется. Чего нам еще стоило ожидать? 97% и 100%. Прекрасно. А теперь момент истины. Мы получим только одну эту провинцию. Я прав? Выдвигаем. Да. Мы получаем только одну эту провинцию. Что куда подальше занесло? А что, получить еще и оставшиеся провинции? Нам придется воевать с Ганой. Неприятненько. Неприятненько. Однако, в перспективе, мы можем воевать на два фронта, если все-таки Ганна отделится от Мали. Это хорошие новости, но тем не менее, все равно немного неприятненько. Ну ладно, уважаемые зрители. На этом данная серия будет подходить к концу. Надеюсь, она была вам интересна, и я уже всю основную информацию, в принципе, в начале этой серии изложил. Ну а сейчас я буду с вами прощаться. До скорых встреч и до свидания.